Долгий разговор с крымской властью за закрытыми дверями В Крыму с рабочим визитом министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев Уроки и выводы сделали, работу над ошибками провели Это касается и региональных, и федеральных чиновников Здесь ответственность одинаковая с обоих сторон, так или иначе В Симферополе почтили память узников картофельного городка В Симферополь прилетел министр экономического развития Российской Федерации Цель визита высокопоставленного чиновника Выяснить, почему тормозился процесс реализации и освоения средств По федеральной целевой программе развития Крыма Алексей Улюкаев провел закрытое совещание с руководством республики Итогом которого стало решение о создании дирекции по управлению ФЦП Подробности у Юлии Козырь Всего 20% суммы, выделенной по федеральной программе развития Крыма Было освоено в прошлом году Почти 160 объектов строительства остановились Сроки реализации проектов не удовлетворяли ни местных, ни федеральных чиновников Правда, виноватых решили не искать А вместо этого создали отдельную организацию Которая теперь будет заниматься реализацией федеральной программы Это самостоятельная структура Сейчас формируется ее состав Если будут, эти люди берутся из всех источников То есть это люди, которые работали в структурах федеральных Которые работают в структурах субъектов федерации Людей из бизнеса, откуда угодно Штатная численность автономной некоммерческой организации – 170 человек Дирекция будет заниматься подготовкой проектно-сметной документации А также мониторингом и оценкой эффективности расходования средств по всем объектам ФЦП Дирекция осуществляет методическую помощь прежде всего Это помощь и мониторинг Это отслеживание каких-то узких мест, проблемных зон Продолжение способов короткого разрешения Однако наличие дирекции не снимает ответственности с крымских чиновников По выполнению целевой программы социально-экономического развития Ответственность у нас обоюдная здесь совместно Мы ее четко понимаем Закрепили конкретных лиц за конкретными объектами То есть будет понятен, с кого спрос за нарушение сроков, за нарушение качества Или за превышение стоимости по конкретному объекту К тому же уже решены все вопросы по возврату остатков средств В рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя Работы на 23 миллиарда рублей перенесены на 2017 год Юлия Козырь, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ 11 апреля полуостров отметит второй день рождения Конституции О том, как проходила работа над историческим документом И с какими особенностями столкнулись власти при ее создании Об этом на пресс-конференции рассказали Первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Константин Бахарев и председатель Общественной палаты Григорий Иофе Конституция – основной закон государства, обладающий высшей юридической силой Именно она определяет основы политической, правовой и экономической систем государства Другими словами, Конституция – это закон для всех С первой же минуты появления человека на свет, его жизнь, здоровье охраняет Конституция Принимается она учредительным собранием, либо путем референдума 2014 год стал историческим для Крыма Именно в этом году, в дни Крымской весны, главный документ автономии под версия корректировки Принятая Конституция определила дальнейший путь республики По которому уже второй год следует полуостров и его жители Первый в новейшей истории случай, когда крымчане сами определили свою судьбу, свое будущее И нужно было на законодательном уровне имплементировать, то есть воплотить в жизнь результаты референдума С этой точки зрения, конечно, мы не могли медлить с принятием Конституции Хотя понятно, что в те дни приходилось одновременно заниматься фактически огромным количеством вопросов Одномоментно, но принятие Конституции Российского Крыма, субъекта Российской Федерации, наверное, был важнейший на тот момент вопрос Потому что это базовый документ, это каркас, на который нанизывается, собственно, все субъектовое законодательство Работала над проектом комиссия из 30 человек, юристы, политологи, экономисты, историки и правоведы За три недели они сделали невозможное, опыт перенимали у коллег И вот 12 апреля 2014 года Конституция была опубликована в официальной газете Государственного совета «Крымские известия» И все крымчане смогли ознакомиться с ней более подробно Посмотрели Конституции очень многих российских регионов, поняли, что они очень серьезно друг от друга отличаются И в этом особенность российского федеративного государства, которое поддерживает вот эти региональные особенности Не делает все регионы, все субъекты федерации такими, значит, под одну гребенку не стрижет И, конечно, пытались найти наиболее приемлемые для нашего случая такие конституционные новеллы Чтобы повысить правовую культуру наших граждан, 11 апреля пройдет акция, на которую бесплатно раздадут 3000 экземпляров Конституции Крыма на трех государственных языках республики Дарья Костенко, Юрий Земной, Служба новостей и ТВ В преддверии Международного дня освобождения узников нацистских концлагерей в Симферополе, на улице Жигалиной, на месте лагеря «Картофельный городок» почтили память погибших минутой молчания В мероприятии приняли участие представители городской власти, а также ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся школы, бойцы народного ополчения, представители общественности На сегодняшний день Картофельный городок мало что говорит современным жителям города Но свой зловещий оттенок он сохранил для очевидцев тех страшных событий До войны на территории лагеря была овощная база, отсюда и название – Картофельный городок Первые узники – красноармейцы, плененные на Перекопе Потом воины-десантники и защитники Севастополя Лагерь пересыльный, из него отправляли в другие концлагеря или на работы в Германию Во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны под открытым небом держали советских военнопленных и просто мирных жителей Среди которых были женщины и подростки Раз в день давали болтушку из-за трубе или сырую свеклу Ежедневно умирало до 50 человек от истощения, дизентерии, простуды Вследствие зверского отношения гитлеровцев погибли мучительной смертью около 6 тысяч человек Сегодня на улице Жигалины собрались все те, кому не безразлична история родного края Эти люди не просто легли в ту скорбную яму, они боролись до этого В воле судьбы они то ли ранены, то ли еще в каком-то состоянии Были арестованы, были брошены в концлагеря, были пленены И поэтому мужество их, которое они сохранили и веру в свою родину в этих немысленных условиях Они как раз дают пример нашей молодежи На мероприятии выступили дети жертв концлагеря и очевидцы Священнослужители Симферопольской и Крымской епархии провели молебен по убиенным Почтили память погибших минутой молчания После панихиды состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку и могилам Это мероприятие уже вошло в традицию, оно проводится уже много лет именно на этом месте Приятно, что сегодня было очень много детей и их искренние глаза Как они на это смотрели, как внимательно они это слушали Я думаю, что мы делаем это не зря, мы воспитываем патриотический дух в наших детях Поэтому, я думаю, мы будем продолжать эту традицию Траурное мероприятие в Крымской столице прошло уже в третий раз В ближайшее время руководство города займется работами по благоустройству территории, прилегающей к памятному знаку Дарья Костенко, Служба новостей и ТВ Мы продолжаем эфир, смотрите далее Крымские квартиры по московским ценам Почему с приближением курортного сезона цены на съемное жилье выросли в два раза? Он вынуждает меня платить 35 и плюс еще за месяц вперед Ну то есть за последний месяц или как они тут хатеризовывают это, я не пойму Крыму выбирали учителя года, кто им стал и что ожидает победителя Это учитель, который должен стать эталоном не только в своей школе, но и как минимум в школах шаговой доступности Сегодня выбрали лучшего учителя года республики Участвовали в конкурсе больше сотни преподавателей, в итоге на пьедестале один Теперь победитель ожидает финальный этап всероссийского конкурса «Учитель года России-2016» Подробности знают наши корреспонденты В России конкурс проводят всего третий год На полуострове же он давно стал традиционным Соревновались учителя из разных городов и районов Крыма, но до финала дошли лишь единицы Сегодня лучший учитель, это учитель, который должен стать эталоном не только в своей школе, но и как минимум в школах шаговой доступности Что я имею в виду? Все уроки этого учителя, они должны быть свободны, открыты для любого молодого учителя, для учителя, который желает повысить свою квалификацию То есть это тот учитель, на которого нужно равняться В прошлом году протестировали новую версию конкурса, невормальную, где финалисты с руководителями образовательной сферы республики обсуждали самые наболевшие вопросы из области науки и образования Кроме того, были вопросы философского характера Сегодня прозвучал такой, имеет ли учитель право на ошибку? Преподаватели не растерялись и каждый высказал свою точку зрения Путем ошибок мы становимся профессионалами, путем исправления своих ошибок мы становимся профессионалами Поэтому каждый учитель, конечно же, особенно молодой учитель, будет допускать очень много ошибок в первые годы своей работы, особенно в методической работе И если ему помогут исправить эти ошибки, покажут эти ошибки, и он скорректирует себя в этом, тогда он сможет стать профессионалом Из пяти финалисток выбирали одну Подвели итоги, и учителем года в Крыму стала Ленара Энверана Ибраимова Преподает английский язык в гимназии-интернате для одаренных детей 12 мая будет награждение финалистов Как сказала Наталья Гончарова, главный приз – участие во всероссийском конкурсе «Учитель года-2016» Но помимо этого все финалисты получат премии Проведение таких конкурсов, оно сегодня приобрело наконец-то всеобъемлющий характер Потому что у нас есть отдельный конкурс для дошкольников, отдельный конкурс для школьников Ну а уже сотрудники высшей школы, преподаватели, профессора – это уже отдельная категория Они действительно развиваются в течение всей своей жизни Позапрошлом году педагоги из Крыма были в нескольких шагах от десятки самых лучших В прошлом наш Крым попал в десятку Что будет в этом, покажет время Всероссийский конкурс пройдет в Самаре уже осенью А результаты объявят на День Учителя, то есть в октябре Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ Крымские квартиры по московским ценам Полуостров готовится к курортному сезону Чем ближе лето, тем выше цены на длительную аренду жилья В связи с этим крымчанам все сложнее найти подходящий уголок Как регулируется ценовая политика И почему в Симферополе аренда за месяц уже превышает размер средней заработной платы Тему продолжит Мэри Бадунс Цены за последний год выросли в 2-3 раза Связано это с массовым притоком приезжих Государственные служащие, прибывшие из России Беженцы из Украины и обычные туристы В этой связи недобросовестные владельцы квартир Взвинтили цены на жилье Ежемесячная оплата аренда Симферополя уже превышает размер средней заработной платы Попробуем узнать, сколько стоит аренда, допустим, однокомнатной квартиры Для семейной пары в центре города Снять однокомнатную квартиру можно от 15-17 тысяч рублей Двухкомнатную за 20-30 Трехкомнатная обойдется в 25 и выше И причем квартиры с такими ценами находятся далеко не в центре города И не в элитном районе Выглядят они зачастую тоже печально Ко всему прочему усложняют поиски подходящего жилья и посредники Всевозможные агентства и риэлторы За свои услуги они берут 50-70% от общей стоимости жилья Напрямую разговаривать с нами представители агентства отказались Причину не объяснили Мы снимали на материке за 10 тысяч Такое реально? Смотри, вы такой не найдете Вы даже комнату не снимете особо А почему так дорого? Ну, в Северополь, Крым Сейчас вот так вот хотят собственники за свою недвижимость И хотя из этого формируется рынок На самом деле понятно, что это необоснованные цифры Потому что зарплаты намного ниже и пенсии Семья Пронькиных переехала с материка Когда два года назад Рустан и Екатерина узнали о референдуме И воссоединении Крыма с Россией Были безмерно счастливы В это же время в их семье тоже произошло немаловажное событие Главе семейства предложили работу на полуострове Долго не думая, ребята решили переехать в уже российский Крым Но от заоблачных цен на квартиры, да и на все прочее До сих пор пребывают под впечатлениями Год назад мы приехали Сняли мы нашли домик С хозяином заключили договор На 11 месяцев После того, как протяжение мы прожили Вот это время Он ни с того ни с сего, не объясняя своего Ну как бы объяснил Я думаю, это никому не интересно Что ему не хватает на жизнь Он поднял еще на 5 тысяч Дом стоит в данный момент 30 То есть он вынуждает меня платить 35 И плюс еще за месяц вперед А вот Султана переехала из Донецкой области Студентка получает стипендию 1500 рублей Живет в общежитии О квартире только мечтает Считает, молодежи снять достойную жилплощадь невозможно Аренда жилья, ну именно если брать квартиры То это достаточно дорого Однокомнатные квартиры начинаются цены от 13 тысяч Ну это самые дешевые, возможно где-то в отдаленных районах и выше А если брать уже какие-то более улучшенные условия Там и 20 тысяч и так далее Ну стипендия у нас полторы тысяч Ну это достаточно накладно выходит Помогают родители, отправляют деньги Вот за счет этого мы как-то существуем, живем Таким образом складывается картина Повлиять на ценовую политику в этой сфере практически невозможно В исключении лишь налоговая Несмотря на то, что большинство собственников жилья заключают договоры на год Это не освобождает их от уплаты налогов За недобросовестными налогоплательщиками тщательно следят соответствующие органы Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества Являются объектом налогообложения За любое отклонение от выплат придется отдать долг и плюс штраф в размере 30% от полученного дохода Налоговым кодексом предусмотрено, что за непредоставление отчетности Штрафные санкции в размере 5% от неуплаченной суммы налога за полный или неполный месяц предоставления Непредоставление вернее Но не более 30% от суммы налога и не менее 1000 рублей При этом хотела бы остановиться на том, что налог необходимо оплатить не позднее 15 июля текущего года Налоговые инспекторы также отметили, скрывать свой доход от сдачи имущества не получится Налоговые службы совместно с муниципальными органами ведут отчет, у кого какая недвижимость имеется и кто где зарегистрирован Также информация пополняется от внешних источников, соседей и обычных граждан И сами съемщики могут смело направиться в налоговые органы в случае обмана и недобросовестного обращения со стороны собственника жилья Это, по мнению экспертов, хоть немного, но поможет сбить сцену Мэри Бадунс, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ В первой Симферопольской гимназии сегодня прошло необычное занятие – урок безопасности В роли учителей сотрудники МЧС Они обучили ребят правильному поведению в чрезвычайных обстоятельствах Разрешили прикоснуться к спецтехнике и примерить экипировку спасателей Подробности расскажет Анастасия Калугина В каждой городской общеобразовательной школе сегодня прошла серия уроков по гражданской обороне Вместо учителей и лекций сотрудники МЧС и серьезная, но увлекательная программа Звонок, сирена, а уже затем отработка на практике всех теоретических знаний, то есть эвакуация С этим ребята справились на 5 баллов Дальше школьникам сделали сюрприз – на территории гимназии въехала пожарная машина с сиреной Спасатели показали, как они тушат пожар с помощью их новой техники Разумеется, настоящего пожара не было – тушили так называемый условный После того, как спасатели выступили, они разрешили детворе посидеть внутри пожарной машины на мотоцикле Для школьников прошел довольно увлекательный урок Для детей это не столько даже учение получилось, как самое интересное, познавательный такой фактор и праздник в чем-то Они познакомились непосредственно, как действуют МЧСники, какая у них техника Я посмотрел, глаза у них загорелись, они с удовольствием действительно принимали участие в этом мероприятии В любом случае для них это очень важно и просто для того, чтобы знать, как, в каком случае поступать Это очень важный момент, потому что в жизни всякое может случиться, а никто не застрахован ни от чего А чем раньше научишься, тем скорее выйдешь из любой ситуации Разрешили примерить и специальную экипировку – кислородные маски, костюмы А затем подержать в руках орудия спасателей, их спецоборудование В результате мероприятие превратилось в настоящий праздник Детям показали возможности пожарно-спасательной техники, ее современные образцы После этого спасатели приняли участие в проведении открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности Персонал показал четкие, грамотные и слаженные действия Подобные мероприятия во всех школах проводятся ежеквартально И думаем так, что мы будем гордиться своими детьми День гражданской обороны в первой гимназии удался Приняли участие больше 500 школьников и учителей А 15 спасателей личного состава и 5 единиц техники обеспечили детворе наглядное выступление И провели урок по высшему классу Анастасия Калугина, Служба новостей и ТВ Таковы новости сегодняшнего дня Далее в эфире Тарас Брезицкий, он подготовил новости спорта Я прощаюсь, всего вам доброго 200 спортсменов со всего Крыма, а также команда Новороссийска Поучаствовали в открытом первенстве Севастополя по борьбе с самбо Турнир приурочили к мемориалу сотрудника правоохранительных органов Погибшего при выполнении спецоперации в Ингушетии Жителя города-героя Федора Багнетова Соревнование прожло в спорткомплексе Севастопольского государственного университета В схватках на двух коврах выясняли отношения юноши в возрасте от 11 до 18 лет Сразу в нескольких возрастных подгруппах Ребята в основном все опытные, разрядники, чемпионы своих городов Либо призеры первенств своих городов На нашем турнире присутствуют судьи высокой категории Которые имеют право прислать дальше разряды И ребята, которые завоевают каждую схватку для них на этом турнире Это схватка, шаг к более высокому разряду Победители определили более чем в двух десятках весовых категорий Все они получили в награду медали и кубки от Олимпийского совета Севастополя На правах хозяев лучшие результаты показали местные спортсмены Например, Федор Узун Среди самых младших и легких ему на турнире не нашлось равных А Михаил Вишня выиграл конкуренцию среди спортсменов весом до 42 килограммов Эдему Сииту Умерову лишь одного шага не хватило до самой высокой ступени пьедестала почета В финальной схватке этот спортсмен уступил Роберту Соловьеву из Новороссийска Среди тяжеловесов лидером оказался Алексей Шевко А вот в состязании девушек среди девяти спортсменок Лучшей из севастопольских самбисток стала Юлия Серых Ее в решающих схватке одолела Мария Кащеева из Феодосии В Ялте в отеле Интурист открылась очередная международная выставка Организованная компанией Экспо Крым На этот раз ее тематика мебель На суд публики свою продукцию представили около сотни компаний Из таких стран как Россия, Украина, Китай, Италия и конечно же Крым Отрадно заметить, что на выставке сейчас представлены самые крупнейшие ведущие производители Крыма Здесь мебель в большом ассортименте как для сегмента хорики, так и для госучреждений, и общественных организаций Также и домашняя мебель Здесь есть все, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных клиентов Мягкая мебель для дома, необходимая для офиса, эксклюзив в стиле хай-тек, а также дачная мебель Именно на производстве последней специализируется ялтинская фирма «Ривьера» Абсолютный монополист в этом направлении на полуострове Материал, из которого эта компания производит мебель высокого качества, может прослужить долгие годы При этом стоимость товара позволяет приобрести мебель «Ривьеры» каждому Работаем с 2004 года, наша направленность садовая мебель, это натуральный ротанг, это техно-ротанг и тик Тиковая мебель, она вообще не боится перепадов температуры, поэтому для Ялты это замечательно Ни влажности, ничего она не боится А это экспонаты фирмы «Дарвис» Сложно поверить, но такую качественную и, главное, стильную мебель производят не за рубежом, а в Крыму Евпаторийская компания радует широким ассортиментом жителей полуострова уже на протяжении 16 лет Конек фирмы «Дарвис» – корпусная мебель Работаем с нашими пансионатами, санаториями, детскими учреждениями, больницами Поставляем нашу продукцию по всему Крыму На данный момент ведем переговоры и участвуем в выставках для того, чтобы развивать нашу продукцию на материковой части России Имеем уже определенные контакты в Ростовской области, в Краснодарском крае и пытаемся продвигаться дальше Однако не только крымчане покорили потенциальных клиентов продукции Например, вот такую экспозицию презентовала фирма из Томска – «Томские мебельные фасады» Уже давно эта компания завоевала авторитет едва ли не в каждом российском регионе Теперь ее представительство есть и в Крыму Здесь очень хорошо люди реагируют, особенно им нравятся наши качества И именно разница между местными производителями и нами в том, что нет четких ограничений То есть, когда люди здесь заказывают у местных, есть ограничения по квадратуре И ограничения по наличию пленки в наличии на производстве У нас нет, все, что у нас есть в каталоге, у нас находится на производстве вся пленка в наличии Традиционно выставка вызвала ажиотаж у крымчан Уже в первый день в зале интуиста собралось немало желающих изучить рынок мебельной промышленности Мебельная промышленность Крыма во времена Советского Союза занимала достаточно значимое место В промышленности Крыма, в общей промышленности Поэтому мы сейчас в Министерстве промышленности и торговли занимаемся тем, чтобы все те меры господдержки, которые существуют в Российской Федерации И применяются по отношению к предприятиям мебельной промышленности Эти меры, чтобы были применимы и в Крыму для наших крымских предприятий Крым всегда был одним из центров отдыха российских, и не только российских, и союзных наших всех людей Поэтому наш приезд, мы считаем, он очень важен и полагаем, что эффект от него должен быть в обязательном порядке В рамках выставки ее организаторы провели круглый стол, обсудив все самые важные вопросы мебельной промышленности в условиях интеграции Крыма на российский рынок Также уже 9 апреля в Интуристе подведут итоги отборочного тура в области промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль» 8 и 9 апреля международная выставка будет открыта с 10 до 18 часов, а в заключительный день с 10 до 16 Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова